Утро доброе, Вести Карачаева Черкесия с вами. Сегодня 15 августа и если днем выйдет солнце, сентябрь будет сухим и теплым. А вот что нам скажут синоптики, узнаем из фото гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. В детском оздоровительном лагере Беслан завершилась вторая смена. За это время успели отдохнуть более 120 детей из подшевного Карачаева Черкесии Старобельского района Луганской республики. Ребята познакомились со сверстниками, съездили на экскурсии в самые живописные туристические места республики. О впечатлениях и эмоциях от полезных. Каникул узнала Фатима Даурова. Вот так с традиционными к каждому отряду речевками ребята направляются в столовую. На часах полдень, а значит обед по расписанию. На гулявший аппетит за утренние игры на свежем воздухе детки с удовольствием принимаются за еду. В зале слышно только постукивание ложек от тарелки, говорящие о том, что повара потрудились на славу. Все по сбалансированному меню. Подбор продуктов как раз рассчитан на взрослеющий молодой организм. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! Организация качественного оздоровительного отдыха для ребят из ЛНР – основная задача, которую поставили перед собой дирекции лагеря и районный отдел образования. Атмосфера лагеря, дружная компания, увлекательная и развлекательная программа помогают реализовать себя детям в разных, в том числе творческих сферах деятельности. Детям очень нравится здесь. Даже вот дети высказались из ЛНР, что они не хотят уезжать. И даже один мальчик высказался, что из всех лагерей, где я побывал, мне нравится Беслан. Это, конечно, впечатляет. Первые заезды показали, какое колоссальное значение они имеют для ребят из новых регионов. Многие из них впервые за долгое время находились в безопасности, спали в тишине. Психологическая разгрузка помогает ребятам отвлечься от тревожных мыслей и переживаний. В первые дни, когда здесь видно трасса, самолет пролетает, да, и вот гул, и первое, что они спрашивали, это что, ракеты летят, да, ну у нас просто все время. Вот, сейчас уже вопросов этих не задают. То есть они засыпают нормально и тьфу-тьфу-тьфу, спасибо. Этому способствуют и экскурсионные поездки в достопримечательные места нашей республики. Но даже находясь здесь, в атмосфере беззаботного детства, мальчишки и девчонки всем сердцем стремятся к родным и молятся об их здоровье. Мне очень все понравилось, особенно планетарии. Там такой большой телескоп был, рассказывая, что там одно стекло, четыре тона весят, это самое большое, что запомнилось. Потом мы ездили в два храма. Было очень интересно, особенно гробницы. Первый раз видела такие. Ты помолилась? Конечно. А можно спросить, о чем ты помолилась? О здоровье. Мам, передаю тебе привет из лагеря Корчаева-Черкесия, знаешь, из лагеря Беслана. Желаю тебе счастья, любви и всего хорошего. Когда речь идет о детстве, в голове сразу всплывают слова «беззаботная и счастливая». Но, к сожалению, волей в судеб этим деткам пришлось пережить житейские невзгоды, которых не должен видеть ни один ребенок. Но именно здесь, в лагере Беслан, весь персонал, педагогический состав, повара, уборщицы и даже охранники делают все возможное для того, чтобы каждый из них ощутил себя как дома. Хатима Даурова, Олег Малхужа, Вести, Карачаево, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью местами кратковременная дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В горах плюс 4, плюс 9. Днем плюс 23, плюс 28. И местами плюс 14, плюс 19 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 26, плюс 28 градусов.